Дримхак Мы пришли очень рано, старались перейти еще до того, как впустят всех зрителей, чтобы снять обзор места проведения, но из-за некоторых технических накладок, из-за того, что мы слишком поздно зашли, из-за того, что ничего очень интересного на локации не обнаружили, мы решили это отложить. Далее немножко об интервьюшках, которые мы брали. Возможно, вам покажется, что их мало. И мне тоже показалось, что их мало. Но сделать больше физически было просто невозможно. Этому не очень способствовал формат проведения, можно сказать, потому что пресса была очень сильно отделена от игроков. В принципе, никто мимо нас не проходил. Поймать кого-то за рукав было очень трудно. Расписание тоже не оставляло каких-то больших окон для того, чтобы побеседовать с игроками. И приходилось выкручиваться всеми возможными способами. О большинстве интервью я вообще там в ВКонтакте договорилась. И как-то так все получилось в итоге. Но, тем не менее, мы, по-моему, сделали большее, чем кто-либо еще. Поэтому в среднем своей работой довольны. У меня, правда, есть еще одна ремарка по поводу интервью с Фростновой, который я брала. Его я брала в конце потрясающего 12-часового рабочего дня. Оно вышло не очень складным. Мне очень стыдно за него в некоторой степени. Я просто раз за разом выдавала какие-то фактические ошибки в разговоре. Ян почему-то стеснялся меня на ходу поправлять. И в итоге получилось довольно сумбурно. И, может быть, какие-то вопросы остались не раскрыты. Мне действительно очень жаль, потому что Ян потрясающий собеседник. И мне кажется, что я даже процентов на 30 не реализовала шанс побеседовать с ним в рамках интервью. Как оказалось, он еще большой фанат Хардстоун. Очень много в него играет. Но уже не было сил и возможности обсуждать эту тему тоже. Сегодня воскресенье. Мы записали еще несколько интервью. Надеюсь, запишем еще что-нибудь. Надеюсь, мы закончим свою беседу с Ластом, которую начали вчера. Но, опять же, из-за очень насыщенного расписания, из-за того, что комментаторы постоянно заняты, они то комментируют, то анализируют. И, опять же, очень мало возможности с ними побеседовать. Мы интервью с Димой не закончили. Но я, по крайней мере, надеюсь, что это получится сегодня. В целом, впечатления турнира положительные. Хотя вот организаторы DreamHack'ов, TechLabs'ов, они славятся разного рода техническими накладками, задержками, интернетом, когда это отключается на 6 часов. В этот раз ничего такого не было. Расписание шло довольно бодро. Все укладывались в поставленные рамки. И вот даже гранд-финал идет довольно рано. До полуночи задерживаться не придется, чему все очень рады. Спасибо большое, что смотрели. Очень надеемся, что это не последний ивент, который освещает наша команда. И надеемся, вам понравилось.